Приветствую вас и вопрос влюбленности всегда довольно деликатный, потому что многие вам скажут, что это влечение, это блажь, влюбленность, страсть. И наверное они будут правы. Кто-то скажет вам, что вы делаете перенос, перенос желаемых качеств, мужчины, своего мужчины внутреннего, об этом я расскажу тоже, на первопопавшегося более-менее объекта. Внутренним мужчиной или анимусом называется первичный идеал, который есть у каждой женщины, который формируется еще в стадии детства. И этот идеал может впринципе спровождать человека на протяжении всей его жизни и невольно, подтворнательно влиять на его выбор спутника жизни. При желании анимуса можно разобрать, выявить и понять, реально это образ или нет, а если реально, то насколько сильно он вам подходит. То есть реально ли его добиться вам. Значит, я не буду говорить, что то, что вы чувствуете к мужчине является чем-то плохим или чем-то недостойным. Наоборот, я считаю, что любовь – черт во любви, оно прекрасно. Ну вот, беда. Вы сами так уже не считаете. Это означает, что… Ведь, понимаете, что значит любовь? Вот что вообще такое любовь? Любовь – это когда человек хочет сделать другого человека счастливее. Любовь – это когда один человек хочет быть другим и хочет отдавать ему всего себя. Безусловно. Вот так так. Просто потому что этот человек есть. И взамен ему ничего не нужно. В вашем случае вы явно испытываете фрустрацию, фрустрационный процесс, то есть процесс неполучения того, что вы хотите. И это означает, что существует определенная потребность в мужчине, определенная потребность ваша в мужчине и через эту потребность вы пытаетесь что-то получить. Что-то, чего вам не хватает. Это означает, что для того, значит, чтобы остыть к мужчине, нужна работа в двух направлениях. Первое направление – это понимание потребностей, то есть что вам нужно, чего вы хотите, чего вы пытаетесь добиться. Через этого мужчина и, соответственно, достижение этого другими путями. Тем самым избавление себя от элемента зависимости, который лично у вас, мне кажется, присутствует. И второе направление – это, конечно же, борьба с идеализированностью человека. Дело в том, что человека вы откровенно идеализируете в плане того, что вы присваиваете ему те качества, которые в действительности у него нет. То есть красивый голос сам по себе – это объективно, но вот дальше, то, что дальше, все, что вы о нем думаете, вот это, скорее всего, уже неправда. И для этого вам необходимо, ну, как минимум, с ним поговорить. То есть просто найдите предлог, повод для того, чтобы с ним встретиться, чтобы с ним вступить в контакт, в прямой контакт. Обсудить какую-то вещь, обсудить какую-то деталь. По учебе хотя бы. Но у вас же выйдет у вас в лекции, по-любому какие-то вопросы у вас в языках. Вот придумайте повод и поговорите с ним. Уверен, проблем с этим быть не должно. И тогда, в процессе диалога, вы выясните, вы выясните следующее. Вы выясните, что, во-первых, истинны ли или нет ваши чувства. То есть надуманные они. Существует ли только в вашем сознании или только, или они реально. А на это ответит ваша реакция на человека. Да? То есть, если в процессе общения вы заметите, что вот просто обычный преподаватель перед вами, обычный человек, абсолютно обычный, ничего такого в нем бы не увидели. Это значит, что чувства надуманные, и они не имеют никакого реального подкрепления. Ну, а если образ сохранится, и вы действительно почувствуете, что ваши чувства, они искренние, и они продолжают развиваться, и как бы устремляются к человеку. То, думаю, что тогда они действительно реальны, и вам уже нужно, ну, выбирать. Или вы общаетесь с ним, тогда старайтесь общаться, чтобы попытаться сблизиться. или, как я уже говорил, придерживаясь первого направления, стремитесь отдалиться от него, заменив, значит, вот, предмет потребностей с одного на другой. Так вы сможете решить свои проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его как лучшего.